Итоги уходящего понедельника Какие новшества ждут школьников Могилевчанка лишилась крупной суммы денег Фигурант расплатился ими с другими гражданами Что грозит рецидивистам Тренд на благотворительность Молодежь все чаще приобщается к общественным инициативам Нашу семейную жизнь мы решили начать с добра Сколько килограмм корма собрали А также куда уходит лето Кто исправит ученых и от винта В национальном аэропорту Невозможная электронная регистрация Как попасть на рейс Дети собирают рюкзаки Родители в поисках канцелярии 1 сентября не за горами В этом году более миллиона учеников Перешагнут порог школы Из них 110 тысяч сядут за парты впервые В этот день в Бобруйске 3-й гимназию Будет присвоено имя героя Беларуси Филарета Вахрамеева Кроме того, в системе образования Появится ряд новшеств Около половины белорусских школ Перейдут на новое меню В городе участие примут 17 Акцент на полезные калории и витамины Появится больше фруктов и овощей Также с сентября вводят второй Обязательный элемент формы Решение о том, что это будет И где его приобрести Принимается с учетом интересов Учащихся и их родителей С 1 сентября 2023 года Впервые будут открыты Три класса инженерной направленности В трех гимназиях нашего города В правительстве определили Стоимость учебников За полноценный набор Родителям придется заплатить 18,5 рублей Это коснется всех учащихся С 1 по 11 классы Скидку в 50% получат Многодетные семьи Доверчивая особа Могилевчанка лишилась крупной суммы денег В милицию с заявлением Обратилась 35-летняя женщина Жительницы областного центра Отказываются возвращать долг В 30 тысяч рублей Как выяснилось Деньги взаймы взял безработный мужчина Ранее судимый за кражи Он убедил доверчивую приятельницу В том, что планирует покупку машины Денежное средство обещал вернуть В ближайшее время Женщина поверила И передала наличные Фигурант расплатился ими С другими гражданами Которым задолжал крупные суммы А с потерпевшей Перестал выходить на связь В отношении 29-летнего рецидивиста Следователями возбуждено уголовное дело Дома под ключ Работа над ошибками И жертвы жаркой погоды Белорусов не пугают Штрафы закупания в запрещенных местах Почему вода забирает жизни Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Белорусам помогут приобрести Деревянные дома отечественного производства Лесхозы могут предложить Жилища из бруса под ключ По минимальной цене От 30 до 100 тысяч В зависимости от размеров И конструкции 19 хозяйств уже производят постройки 12 пилотных проектов продано Рассматриваются варианты Приобретения в рассрочку Или кредит Минобор предлагает сообщить Об ошибках в учебниках Через электронную форму Специалистов следует Проинформировать И в том случае Если отдельный момент Изложен плохо и непонятно Поступившие замечания Проанализируют сотрудники Национального института образования Те, кто найдет Больше всего помарок Будет поощрен профильным министерством С начала лета В стране утонули Более 160 человек Только за прошедшие выходные 13 жертв Большинство отдыхало В запрещенных местах Игнорируя правила безопасности Ежедневно спасатели, милиционеры, представители освода Другие ведомства Ведут мониторинг прибрежных зон Закупание в необорудованных пляжах Предусмотрен штраф Услуга онлайн-регистрации На сайте Белави Какое-то время не будет работать Недоступно сервисы Связаны с техническими работами Пока оформиться можно Только на стойках в аэропорту Нацперевозчик рекомендует клиентам Приезжать в воздушную гавань Заблаговременно Хотя бы за 2 часа до вылета К слову, авиакомпания С 1 сентября Перестанет оказывать некоторые услуги Это тоже временно Последние недели календарного лета В Беларуси запомнится жаркой погодой В прогнозах на окончание августа Днем 35+, ночью до 20 Такой характер погоды Выше климатической нормы Определяет Средиземноморская воздушная масса К завершению рабочей недели Атмосферный фронт Сместится в восточном направлении Дожди будут кратковременными Температурный фон понизится 1 сентября уже стоит ожидать Осенней свежести Но пока не прохлады Будьте внимательны С 30 августа изменится движение автобуса 15А Для пассажиров маршруты Организуют заезд на проспект Георгиевский Нововведение появится при выполнении рейса С отправлением от вокзала в 19.45 Между тем, 30 и 31 числа С 8 до 16 часов Отменяется движение автобуса номер 5А На железнодорожном переезде В районе машиностроительного завода В эти дни переложат настил Кроме того, по средам Путь пригородного транспорта Стасевка-Бобруйск Будет пролегать через остановки СОК «Дружба» Казакова Исключаются пункты Селиба, Спачино, Доманово За обновлениями следите на сайте Бобруйского горосполкома Следы невоспитанности В Бобруйске и районе С начала года зафиксировано Более 800 нарушений природоохранного законодательства В топе несоблюдения Правил парковки у водоемов Близи реки и озер Необходимо оставлять машину На расстоянии 30 метров Таким образом сокращается вероятность Попадания вредных веществ В акватории Случаев, когда жильцы После отдыха в живописных местах города Оставляют за собой отходы Несчесть Зона повышенного внимания Луковая гора За такие административные правонарушения Предусмотрена ответственность До тысячи базовых величин Поэтому весь мусор, который Вы привезли От вас образовался Рекомендуется собрать Рассортировать И вывезти в санкционированные места Хранения Экологи провели Более 360 мониторингов 31 человек уже заплатил штраф Общая сумма 33 тысячи рублей Прежде чем ехать в лес Убедитесь, что нет ограничений И запретов Это можно проверить онлайн На карте Минлесхоза Щенячьи нежности В Бобруйске благодаря неравнодушным Только за полгода Более 200 четвероногих Обрели хозяев И искреннюю любовь Молодежь все чаще Вместо цветов Просят дарить на торжества Корм для животных К инициативе присоединилась И наша съемочная группа Сердца наполненные любовью В свадебном приглашении Алины и Владислава Аврамчик Небольшая сноска С огромным смыслом Вместо цветов Корм, миски, ошейники Пеленки Препараты для собак И котов Сразу после торжества Молодая семья Отправляется в пристанище Для четвероногих С килограммами подарков Нашу семейную жизнь Мы решили начать С добра Помочь приюту И в дальнейшем Мы хотим Помогать Довещать Потому что мы Очень-очень Любим животных Поддержал Инициативу Своей жены Я считаю Это очень Разумное решение Нежели Все подарят Цветы ей Вот Решили взамен Этому Сделать кому-то Приятное Вот Ну и конечно Большое спасибо Гостям Кто поддержал Нашу идею Инициативу В глазах Братьев наших Меньших Безграничное Желание Быть любимыми В приюте Свыше ста собак Из них Большая часть Щенки Всех питомцев Волонтеры Обрабатывают От блох Клещей Гельминтов Обязательные Пункты Прививки От бешенства Вирусов По возможности Стерилизация Помощь Необходима Постоянно Больше всего Мы конечно Нуждаемся В финансах Даже Та же Стерилизация Прививки Оно все Очень дорого Стоит Корм Естественно Потому что Собаки И щенки Очень много Едят Например Щенков Мы кормим 5-6 раз в день Им так положено Есть Поэтому В еде Всегда Нуждаемся Также Нам всегда Нужны Пеленки Газеты Ветошь Миски Ошейники Поводки То есть Все Что связано С животными Копилка добра Вместо стакана Кофе Пожертвование Усатым Для них Любая маленькая Помощь Это большая Поддержка Выбрать себе Верного Ласкового друга Может любой Желающий Щенков И котят Здесь отдают Бесплатно Главное Условие Хорошие руки Благодаря Неравнодушным Только за полгода Около 200 четвероногих Обрели хозяев И искреннюю любовь Питомцы здесь Ручные Приучены К лотку И привиты К день Около 10 Животных Отправляются В новый дом Мы в ответе За тех Кого приручили Истина Которую Казалось бы Должен осознавать Человек Однако Домашние Любимцы Часто со временем Превращаются В ненужных Уличных Скитальцев Ежегодно По всей стране Отлавливают Порядка 40 тысяч Собак И в силах Каждого Сделать так Чтобы улицы Городов Не пополнялись Брошенными Животными Елизавета Липеева Максим Галеонко Бобруйск 360 Это все События К этой минуте Смотрите Нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый Будний Вечер Счастливо 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 Счастливо